Развитие культуры Храним историческую память 2020 год, год памяти и славы, ознаменован рядом мероприятий, посвященных юбилейной дате Великой Победы. На всей территории провели масштабные ремонты объектов воинских захоронений, обелисков и монументов, возведенных в память о тех, кто ценой своей жизни ковал победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На комплекс работ по реставрации направили 1 300 000 рублей. В рамках проекта «Аллея героев» на площади у монумента славы установлен бюст легендарного советского воина, полного кавалера Ордена Славы Михаила Грашнева, который открыла внучка героя Ольга. 28 декабря открыты еще три бюста героев Советского Союза Александра Федоровича Белова и Николая Михайловича Хлебникова, полного кавалера Ордена Славы Леонида Ивановича Услугина. В церемонии открытия участвовала Алевтина Царева, дочь Александра Белова. Автор композиции – известный фурмский художник Виталий Журавлев. Все памятные бюсты планируют установить до 9 мая 2021 года. Всего их будет 8. С мая 2020 в картинной галерее имени Трубникова работает экспозиция, посвященная 75-летию Великой Победы нашей страны в войне 1941-1945 годов. Экспозиция «Поисковые движения России. Вахта памяти» рассказывает об истории поискового движения в Фурманове и Ивановской области. В ноябре состоялось одно из главных событий в культурной жизни нашей области – межрегиональный военно-патриотический фестиваль-конкурс «Се зерно», посвященный памяти поэта-фронтовика, героя социалистического труда, лауреата Государственной премии СССР Михаила Александровича Дудина. По наказам избирателей на средства областного бюджета приобретена аппаратура и техника для картинной галереи Котовского и Погостского домов культуры, проведена замена оконных блоков Дуляпинского дома культуры. На средства областного и местного бюджетов выполнен капитальный ремонт крыльца Маринского сельского дома культуры. Финансирование сферы культуры из областного бюджета по наказам избирателей составило 500 тысяч рублей. В Центральном дворце культуры отремонтированы кабинеты для занятий с детьми и молодежью. В рамках областной программы «Культура Ивановской области» в текущем году выделены субсидии и подключена к сети интернет Котовская библиотека. Приобретен комплект звуковой аппаратуры в Храмцовский дом культуры. Почти 2 миллиона рублей из местного бюджета направлено на ремонты и работы по укреплению материально-технической базы учреждений культуры Фурманского городского поселения. Успешно реализован проект «Искусство в массы». На центральных улицах Фурманова вместо рекламы на баннерах разместили репродукции картин из фонда галереи имени Трубникова с изображением узнаваемых мест Фурманского района. Развитие физической культуры и спорта. За последние два года город Фурманов стал лидером строительства объектов спортивной инфраструктуры. Территории для семейного досуга и спортивные комплексы удалось построить во всех микрорайонах города и сельских поселениях района. Построено 9 многофункциональных спортивных площадок, установлено 12 тренажерных комплексов. В модернизацию городского стадиона из районного бюджета инвестировано 2 миллиона 700 тысяч рублей. Завершается укладка нового мини-футбольного поля с искусственным покрытием. В физкультурно-здоровительном комплексе заменены окна и проведен косметический ремонт зала. Восстановлена лыжероллерная трасса на лыжной базе детско-юношеской спортивной школы. В рамках социального партнерства в Фурманове открыт бассейн. В планах модернизация хоккейного корта у Центра детского творчества. В районе в рамках реализации федеральных и региональных проектов модернизирована спортивная инфраструктура в школах сел Дуляпина, Хромцова и деревни Иванково. Среди спортсменов России растет популярность традиционных соревнований открытый кубок содружества клубов по зимнему плаванию «Морозко», по легкой атлетике «Олимпийская миля» и лыжным гонкам «Фурманская лыжня». Кстати, юбилейная 55-я гонка прошла на высоком организационном уровне. Главным подарком для фурмских спортсменов стал снегоход. Администрация Фурмского района отмечена дипломом Департамента спорта региона за успешную реализацию на территории Ивановской области федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Также значимыми событиями в жизни района стали общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации, выборы новых составов депутатов в поселениях Фурмского муниципального района, в органах местного самоуправления поселений района проходят конкурсы по отбору кандидатур на должности глав. Главная цель остается прежней – повышать уровень и качество жизни в Фурмском районе. Для этого мы продолжим реализацию национальных проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ, решение задач, поставленных президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию. В планах поддержка детей-сирот, развитие сельских территорий и привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, развитие сферы образования, строительство новых спортивных объектов, разумное расходование средств, в 10 раз увеличить ремонт и строительство дорог муниципалитета, продолжить ремонт придомовых территорий, подчеркнул глава Фурмского района Роман Соловьев.